Апнеа Клаб Горький представляет Добрый день, добрый день, друзья! Приглашаем вас на первый день соревнований по фридайвингу Аида Нижний Новгород Фридайвинг Апп 2020. И эти соревнования для вас комментирует Александр Быков и Дмитрий Еркулов. Сегодня, 15 февраля 2020 года, спортсмены выступают в дисциплине динамической апноэ без ласт. Старты вот-вот начнутся, и спортсмены готовятся и настраиваются. Но, как мы видим, Александр, на лицах их нет волнения, а скорее наоборот, все спортсмены спокойны и позитивны. Приглашаем вас к просмотру, устраивайтесь поудобнее, будет интересно! Быков Александр, Нижний Новгород, зона А. И вот первая пара спортсменов на старте. Несколько заключительных вдохов делают ребята готовиться. Быков Алексей, заявка 15 метров, зона Б. Нам сейчас показывает Алексей Быкова, его подготовку к старту. Как мы видим, стал шдам, мощный толчок и превосходная фаза скольжения идет. Мы видим, что оба спортсмена великолепно отгружены. Показывают достаточно хорошую технику плавания. Вот мы видим первый разворот Александра. Развернулся Алексей, снова толчок. Фаза скольжения. Немножко хотелось бы сказать о самих спортсменах. Александр и Алексей, это два брата, представители нашей Нижегородской области. Довольно давно занимаются фридайвингом. Участники многих чемпионатов страны, международных чемпионатов. Спортсмены достаточно хорошего токового уровня. Александр Быков, мастер спорта, как мы уже говорили раньше. Но вот мы видим немножко различия в технике. Александр двигается чуть быстрее, Алексей чуть медленнее. Ну, это обусловлено, наверное, особенностями техники каждого из спортсменов. Тем временем Алексей делает очередной разворот. По-моему, это уже 75 метров. Да, действительно, у Александра движение более ритмичное. Вот он готовится к выходу, выходит, снимает очки, зажим, восстановительное дыхание и четко показывает протокол. Камера нам показывает его, довольно розовое лицо. У Алексея очередной разворот. И, наверное, тоже будет готовиться к выходу. Смотрим, смотрим, какой будет результат. Да, спортсмен выходит, дышит, выполняет восстановительное дыхание, снимает маску. Четко показывает знак, окей. Камера опять показывает Александра. И его заслуженная белая карточка с результатом 89 метров. Алексей тем временем ждет результата от судьи. Да, тоже белая карта с результатом. 112 метров. И вот на старте Колбенина Антонина, представительница Нижнего Новгорода и Косогорова Валентина, город Кострома. Тони готовится на последние поправки. Валентина поправляет очки, надевает зажим. Но мы видим, что она тоже готова. Видно, что девочки немного волнуются. Ну вот, старт дан. Старт дан. И Антонина начинает фазу скольжения, в то время как Валя начинает грести. Следует отметить, что девушки относительно новые лица во фридайвинге. С личными результатами 25 метров у Антонины и 49 метров у Валентины. Ну, результаты относительно небольшие. Но я думаю, что наши старты и сегодняшний день соревнований будут способствовать побитию, покорению личных рекордов. Не очень уверенный разворот у Валентины был. Сказывается нехватка опыта. Ну, вот я бы обратил внимание, что очень мало на самом деле они скользят. Скорее так больше работают руками, ногами в братцевой технике. Самая фаза скольжения почти минимальна. Ну и отгрузка тоже не самая идеальная. У Вали даже лучше отгрузка, чем у Тони. Вот Валентина выходит, но выходит чуть-чуть, не достигнув бортика. И выполняет протокол. Чуть не кивнуло подбородком в воду. На самом деле немного опасно. Вот смотрим, смотрим, смотрим выход Антонины. Вот Тони, четкий выход на бортик. Молодец, сориентировалась. Итак, мы смотрим результаты. Косогорова Валентина, 49 метров. Да, она, она только повторила свой рекорд. В то время как Антонина своими 5-ю, 10-ю, 9-ю метрами улучшилась. Значительно улучшила свой рекорд. Шахиль Исламов, Булат, Казань, зона А. Третий заплыв открывают спортсмены из Казани. Сидорова Елена, Казань, заявка 40 метров, зона Б. Шахиль Исламов, Булат и Сидорова Елена. Ребята стартуют. Елена практически без скольжения. Она начинает работать руками. Мы видим, какие мощные грибки у Булата. Но и сам Булат такого достаточно крепкого телосложения. Стоит отметить, конечно, что динамика без ласт, да, вот плавание подводное брасом, одна из самых сложных дисциплин в освоении для новичков. Очень много различных движений. Нужно запомнить, как их делать, на что обращать внимание. Вот, и, конечно, в первые, ну, там, несколько лет брас мало кому дается, чтобы это выглядело, ну, хорошо. Вот мы видим, уже ребята выполнили по развороту. И Сидорова Елена готовится к выходу. Да, выходит. Не очень уверенный выход. Но, опять же, хочу сказать, что, наверное, сказывается нехватка такого соревновательного опыта. Не нужно выходить на середине дорожки. Лучше подплывать к бортику. Ну, вот выходит Булат. Так, смотрит в сторону судей. Выполняет четко протокол. У Елены желтая карточка. 37 метров. Булат. Выполнил 50 метров. Получил белую карту. Поздравляем. Тетмукова Светлана. Чебоксары. Заявка 40 метров. Зона Б. На старте Сидоров Александр Тетмукова Светлана. Александр – представитель города Казани. А Светлана из Чебоксар. Это первый фридайвер, которого я знаю из Чебоксар, который принял участие в соревнованиях. Молодец, достойно уважения. Да, действительно, очень отрадно видеть, что девушка одна из Чебоксар приехала, чтобы поучаствовать в наших соревнованиях. Это круто. Александр, я вот даже не помню на чемпионатах уровня российского или, может, какого-то регионального другого уровня, чтобы спортсмены из Чебоксар представляли свой город. Мне кажется, это впервые вообще, действительно. Фридайверы есть в Чебоксарах, но раньше я не видел, чтобы они принимали участие в соревнованиях. Ну вот за нашими разговорами спортсмены преодолели первый разворот, двигаются в сторону 50 метров. И у Светланы, я бы сказал, очень хорошая техника на самом деле, несмотря на то, что, мне кажется, во фридайвинге она не так давно, но плывет она очень классно. Оба спортсмена имеют персонал-беста одинаковые по 50 метров. Вот мы видим, Светлана преодолела отметку уже 50. Чем ответит Александр? Светлана готовится к выходу. Хороший выход. Я думаю, даже с запасом. С большим запасом. У Светланы большущий потенциал. Смотрим, смотрим, чем ответит Александр. Преодолевает отметку 75. Разворачивается. И направляется к бортику. Будет выходить. Да, выход. Показывает знак ОК. И Тетмукова Светлана с результатом 57 метров получает белую карту от Алексея Серова. Александр. Тоже белая карта. Результат 79 метров. Поздравляем ребят. Улучшили свои рекорды. Ченцов Сергей. Нижний Новгород. Зона А. И вот на старте опять ребята из Нижнего Новгорода. Это Ченцов Сергей. И Вадим Панкеев. Очень необычный этот старт, этот заплыв. Он необычен тем, что Сергей Ченцов не фридайвер, он подводный охотник. А Вадим Панкеев... Вообще дебютирует во фридайвинге. Да. Решил попробовать свои силы. И решил именно с этих соревнований начать. Он еще нигде не обучался, но решил принять участие в соревнованиях. Вот насколько человек любит этот спорт. Да. Личные рекорды у них примерно одинаковые, около 60 метров. Вот мы видим, что у Сергея Ченцова такая средневатая весьма техника, но зато у него хорошая задержка дыхания в динамике. Благодаря подводной охоте. Ну, подводным охотникам вообще не свойственен брас. Да. Вадим весьма неплохо плывет. И подходит, вот уже мы видим, к отметке 50 метров. Будет разворачиваться. Видно тут несколько технических ошибок у Вадима, которые постоянно присутствуют. Ну, опять же, сказывается то, что не обучался просто. Сергей Ченцов выходит, дышит. Показывает знак ОК. Он весел, бодр. Вот сейчас нам показывает выход Вадима. Он снимает маску. Показывает знак ОК в сторону судей. Выполняет дыхание. Сергей, белая карточка с результатом 56 метров. А у Вадима 81 метр. Очень крутой результат. Супер результат. Особенно для новичка. Кудрявцев Владислав. Нижний Новгород. На старте очередного заплыва представитель Костромой Колескин Дмитрий. И Влад Кудрявцев из Нижнего Новгорода. Наш одноклубник. Мы видим, да, из стартового листа, мы видим, что ребята примерно одного уровня. С одинаковыми личными рекордами. Вот старт дан. Достаточно неплохая техника скольжения показывает Дмитрий, да? Да, Дмитрий классно поскользил. Хотя, мне кажется, тоже он не очень давно занимается фридайингом. Может быть, плавательная какая-то есть у человека подготовка. Хороший толчок ногами. 25, окей! Довольно ровные тут ребята. Вот мы уже видим первый разворот у Дмитрия. И разворачивается Влад. Ушли на полкинник. У Влада очень спокойные движения. Такие мягкие. Да, Дмитрий, конечно, руками бьет по речи чуть-чуть. Ну и видим, что скорость от этого у него тоже чуть побыстрее, чем у Влада. Но посмотрим. Посмотрим, во что это выльется. Как это скажется на результате. Да, во что это выльется. Вот ребята доплывают до полтинника. А значит, разворачиваются. И уже Дмитрий превосходит свой личный результат. Посмотрим на Влада. Влад тоже решил развернуться. Улучшается. Вот Дмитрий готовится к выходу. Выходит. Выполняет поверхностный протокол. В сторону судей. Влад еще идет. Приближается к отметке 75 метров. Молодец. Может быть даже решит развернуться. Нет. Решает выходить. Но на его месте я бы развернулся. Давай посмотрим, как он выполнит протокол. Да. Достаточно с веселым, бодрым видом выполняет протокол. Дмитрий получает белую карточку с результатом 62 метра. А Влад 76 метров. 71 метр белая карточка. Романова Валерия, Кострома, зона А. Седьмой заплыв открывают прекрасные представительницы, красивые девушки. Романова Валерия, город Кострома. И Серова Галина, представительница столицы нашей родины Москвы. Галя в очень симпатичном фиолетовом гидрокостюме. В компании Молчанов. Мягкие движения. Скажем немножко о личных рекордах девушек. Что у Романова и Валерии это 55 метров, у Галины 60 метров. Вот мы видим разворот. И одна и другая девушка выполняют превосходные развороты. Хотя вот, наверное, Галине это можно сделать было бы чуть поувереннее. Слишком много движений. Нет скольжения у Гали. Хотелось бы в гидрокостюме скользить гораздо больше. Ну, у Валерии достаточно ровно идет. Вот, сказывается подготовка Дарьи Аксеновой, ее тренера. Вот она выходит. Показывает знак ОК. Галина разворачивается. Да, разворот хотелось бы чуть побыстрее. Надо поработать над этим. Ну, приближается к своему корсенал-бесту. Романова и Валерия получают белую карточку. Галина идет к отметке 75 метров. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Да, есть 75 метров и выходит. Мы видим, что немножко ее сомбит. Вот, он не менее знак ОК показывает. Да, вышла, вышла на пределе. Вышла на пределе и получает белую карточку с результатом 75 метров. Красильников Виталий, Нижний Новгород, зона А. Очередной заплыв и на старте спортсмены с Нижнего Новгорода и Казани. Это Красильников Виталий, Нижний Новгород и Хайрулина Альфред Казани. Ребята настраиваются. Старт дан. Хорошее скольжение показывать, Виталий. Зря поднимают голову, что приводит к дисбалансу общему. Это делать, конечно, вообще не нужно. Нужно знать, за сколько циклов ты проплываешь в бассейн и знать, когда уже будет бортик, в принципе, без того, чтобы смотреть. Ориентироваться на собственные ощущения и на разметку на полу бассейна. Да. Немного о личных рекордах ребят. Хайрулин Альфред. Персонал Бэс 75 метров. Красильников Виталий. Лучший свой результат показывает в 65 метрах. Вот ребята преодолели 50-метровую отметку. Разворот мы видим Альфреда. Альфреду не хватает растяжки. Не может выпрямить руки стрелочкой. А Виталий все время смотрит вперед. Это тоже неправильно. 75 метров Виталий разворачивается. Посмотрим. Готовится к выходу. И, по-моему, он теряет сознание. Что-то пошло не так. Да, в сейфе идти сразу подхватывает. 85 метров, но блэкаут. Альфред готовится выходить. Альфред выходит более уверенно. Дышит. И показывает знак. Окей. Альфред 83 метра. Ну, посмотрим, что скажет судья. Белая карточка. Белую карточку Альфред чисто выполнил. Чего не скажешь о Виталии. Это красная карточка и дисквалификация. Шарова Алла Иванова. Мы на старте видим опять двух прекрасных девушек. Шарова Алла из Иваново и Наталью Петрову. Город Кострома. Петрова Наталья Кострома. Зарядка 51 метр. Алла уже приезжала к нам на соревнования в прошлом году. И, по-моему, у нее даже зажим. Мне кажется, с наших соревнований на ней. Да, она занимала призовое место. А про Петрову Наталью можем сказать, что воспитанница Костромской школы. Тренера Аксеновой Дарьи. И дебютирует в наших соревнованиях. Здесь уже у Аллы результат, личный рекорд очень достойный. Это 100 метров. Который как раз-таки она показала на наших прошлых соревнованиях. У Петровой Натальи заявка равна ее личному рекорду 51 метр. Посмотрим, посмотрим, на что девушки способны. На что девушки... Какие результаты девушки покажут здесь, в Нижнем Новгороде, на наших соревнованиях. Пока достаточно ровно идут. У Аллы достаточно неплохой темп. Достаточно балансированная работа рук-ног. И фаза скольжения. У Аллы хорошая техника, действительно. Вот мы видим, Наталью нам показывают. Алла делает очередной девчонке разворот. У Аллы хороший контроль над телом. Она понимает, что делать, когда делать. Все очень трамотно. Вот она готовится уже к выходу. И посмотрим на ее протокол. Показывает знак ОК в сторону судей. Алла медленно, но ровно приближается к очередному развороту. Это 75 метров. И решает выходить. Это было на 75 метров. Снимает очки. Зажим. Знак ОК. Нет, это все-таки было 75 метров. Но судя по состоянию довольно так, она тяжеловато вышла. Да. У девочек белые карточки. Шарова Алла 85, Петрова Наталья 65 метров. Поздравляем. На старте Сазонова Юлия и Климов Евгений из Костромы. Сазонова Юлия, Нижний Новгород. Заявка 60 метров, зона Б. Юлия из Нижнего Новгорода. Да. Ребята готовятся. Вот дан старт. Ну, Юлию, мне кажется, уже все знают. Она участвует во всех соревнованиях, которые только проводятся недалеко от Нижнего Новгорода или в Нижнем Новгороде. Очень активная участница фридайверского движения. Постоянно ездит с нами на открытую воду. Ну, давайте посмотрим, да. Посмотрим на технику, ребят. Посмотрим на само выступление, да. У Евгения очень достойная техника. И я бы сказал, даже очень интересная, да. Он выполняет большее количество ударов ногами. Вот мы видим их первые развороты. Юлия ушла на 50 метров. Евгений хорошо отгружен. Работает преимущественно ногами. Реально, реально догревает ногами. Хорошее скольжение. И обратим внимание, Александр, очень хороший ритм движения, да. Небыстро, немедленно. С определенной прямо вот четкой скоростью. Хорошие амплитудные удары. Ну, вот смотрим, он выходит. Что скажет протокол? Уверенный выход. Хороший протокол. Абсолютно уверенный. Абсолютно чистый протокол. Предварительный результат 68 метров. Смотрим за выступлением Юлии. Юлия ровно плывет, ровно движется. Приближается к очередному развороту. Да, решает выходить. Решает выходить. Смотрим протокол ее. Показывает знак ОК. 75 метров. Очень уверенно. Хорошо, спокойно. 78 метров белая карточка. Поздравляем. Поздравляем. Белые карточки. Провков Яков. Нижний Новгород. Зона А. 11-й заплыв. Открывают Яков Провков из Нижнего Новгорода. И ветеран фридайвинга из Ярославля Гурочкин Сергей. Гурочкин Сергей имеет достаточно большой опыт. В том числе большой опыт соревновательный. Многократный участник соревнований регионального и российского уровня. Показывает довольно неплохие результаты, несмотря на свой возраст. Яков же атлет из Нижнего Новгорода. Молодой начинающий фридайвер. Ну, посмотрим на результаты молодости и опыта. Да. Спортсмены никуда не торопятся. Очень мягкие движения. Даже, может быть, хотелось чуть побыстрее. Вот, нам показывают. Оба спортсмена разворачиваются. Яков чуть быстрее. Сергей чуть медленнее. У Сергея очень хорошее расслабление. Это видно даже со спины. И, по всей видимости, очень хорошо он отгружен. Потому что отгрузка позволяет ему дополнительно расслабляться и скользить. У правкова Якова мы видим достаточно хорошую физическую форму. Работа. Мощные грибки рук. Мощные грибки ног. Мне кажется, сейчас они, оба спортсмена, немножко ускорились. Вот Яков, наверное, будет готовиться выходить. Да, выходит. Это 75 метров. Снимает зажим. Показывает знак в сторону судей. А Сергей медленно, но верно разворачивается и уходит. Это 100 метров. И уходит на следующую дистанцию. Вот нам показывают Якова. Расслабление большую роль играет в результате. И Сергей это как раз-таки доказывает. Что даже не всегда важна супер техника. Главное войти в правильное состояние. В комфортное, в расслабленное состояние для себя. Вот мы смотрим. Наверное, будет выходить. Разворот. И готовится к выходу. И готовится к выходу. Выходит. Розовое лицо. Уверенный протокол. И белая карточка с результатом 105 метров. Петров Илья. Нижний Новгород. Зона А. Снова представители Нижегородской области. Это Петров Илья из Нижнего Новгорода. И Иван Кулыгин из Дзержинска. Из Дзержинска. Напомним, что Иван сам обучает фридайвингу. Он занимается подводным плаванием. Не только фридайвингом. Разными дисциплинами. Скоростными. И так далее. Ведет занятия в бассейне. Илья Петров фридайвинг. Любитель. С достаточно неплохими результатами. И с немаленьким стажем. Но тренируется время от времени. И поэтому мало улучшает свои кондиции. Вот спортсмены развернулись. Первый разворот мы видим. А Иван всегда в очень хорошей форме. Так как он постоянно в бассейне. Он и постоянно тренируется в бассейне. И сам тренирует в бассейне. И всегда показывает очень достойные результаты. Ну, давайте посмотрим личные рекорды. Это Илья 96 метров. Кулыгин Иван 85 метров в этой дисциплине. Мне кажется, у Ивана больше. Это просто заявлено. 80 метров. Нет, это у нас написано личный. Личный рекорд. Вот Петров выходит. Показывает знак ОК. 55 метров. Ну, на самом деле, для Ильи это не результат. Просто, наверное, сказывается отсутствие тренировок регулярных. Регулярных тренировок. Иван подходит к 75 метрам. Выпускает воздух. Но здесь, как мы видим, все контролируемо. Просто у спортсмена, видимо, такие есть предпочтения. Особенности индивидуальные. Вот разворот на 75 метров. Уходит на 100 метров. Видим, что ускоряется. Выпускает опять воздух. Все больше и больше. Очень странное состояние. А здесь вот уже... Предблэкаутный. Да, 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 друзья. Это блэкаут. И мы видим сейфики. Сейчас будет сейфики подхватывает спортсмена. Да, обидно. Обидно, обидно, обидно. Козловский Виталий. Тольятти. Зона А. Друзья, очередной наш старт. И мы видим Козловского Виталия, представителя города Тольятти. И Денисова Сергея из Нижнего Новгорода. Виталий сам инструктор по фридайвингу. Судья Аиды Интернешнл. Вот мы видим старт. Пошла фаза скольжения. Сергей достаточно давно занимается фридайвингом. И в последнее время очень активно тренируется. Принимает участие в различных соревнованиях по фридайвингу. Регулярно посещает тренировки. Немножко неуверенный разворот у Сергея. Вот нам показывает разворот Виталия. Руки стрелочкой. И фаза скольжения нет. Виталий очень расслаблен, хорошо скользит. Ребята идут к очередному развороту. Мне кажется, они очень удачно выбрали для себя ритм, движение, скорость движения. Вот очередной разворот. 50, окей. Виталия хорошая техника. И грибки эффективные. Ну, Сергей, я вижу, не уступает, не отстает. Ребята разворачивается, уходит на очередную дистанцию. Сергею надо поработать над растяжкой плечевого сустава, чтобы все-таки руки можно было делать стрелочкой. Это имеет значение в скольжении. У Сергея персонал бест 96 метров. У Козловского Виталия 85 метров. Посмотрим, что ребята покажут на наших соревнованиях. Виталий, наверное, готовится к выходу. Да, выходит. Снимает дожим. Выполняет протокол. Вторая камера показывает Сергея. Его выход. Посмотрим, чем он ответит. Ребята проплыли по 100 метров. Очень-очень достойный результат. Оба улучшились. Да, хорошее состояние в обоих. И белые карточки. Белые карточки, да, достаточно заслуженные белые карточки. Поздравляем. Махов Анатолий, Кострома, зона А. Этот заплыв открывают, я бы сказал, просто ветераны фри-дайинга. Махов Анатолий из Костромы. И Решетников Михаил, город Ярославль. Ребята занимаются фри-дайингом, я думаю, больше 10 лет. Оба постоянно участвуют в соревнованиях. Имеют колоссальный опыт. Опыт, да. И соревновательный, и тренировочный. Я думаю, это будет очень интересный заплыв. Решетников Михаил, инструктор по фри-дайингу. Основатель Ярославского клуба фри-дайеров. И его бессменный лидер. Анатолий, также активный член Костромского движения фри-дайверов. Спортсмены достаточно хорошего уровня. Не пропускают, наверное, почти никаких стартов, которые происходят в нашей стране. Готовы везде участвовать, показывать результаты. Постоянно совершенствуются. Про технику, наверное, тут даже говорить смысла нет. Можно просто полюбоваться. Наслаждаться, наслаждаться скольжением, наслаждаться техникой выступления спортсменов. То есть, да, вот такой симбиоз. С одной стороны, расслабление, а с другой стороны, очень эффективное, полномерное продвижение вперед. Это вот и есть золотая середина, которой стоит добиваться всем фри-дайерам, которые хотят показывать хороший результат. Но и не только результат, а просто получать огромное наслаждение от самого НРК. Да, сейчас нам показывают отточенную, отточенную многими годами тренировок и выступлений технику, ребят. Давайте просто будем смотреть, любоваться, наслаждаться. И болеть, переживать. Оба спортсмена, наши хорошие друзья. Сказать, что мы болеем за кого-то больше, наверное, мы не можем. Желаем одинаково всем хорошо выступить, улучшить свои результаты, реализовать себя на этих соревнованиях. Получить призовые места. Вот Михаил выходит, выполняет восстановительное дыхание. Показывает чисто протокол. 113 метров, но я считаю, что это с неплохим запасом по состоянию. Михаил, было видно, что мог еще работать, но по каким-то причинам решил закончить свою попытку. Вот мы видим, Анатолий развернулся. Белая карточка, да, Михаил заслуженный белой карточкой. А Анатолий развернулся и подходит к 150 метрам. Это очень, очень, очень достойный результат. Вот он выходит, немножко его самбила на выходе. Но, тем не менее, 151 метр. Это просто супер. Голованов Игорь, Кострома, зона А. И вот предпоследний старт сегодняшнего соревновательного дня. В соревновательных зонах мы видим Голованова Игоря из Костромы. И Игоря Корхова из Москвы. Или из Дахаба. Кому как больше нравится. Мне кажется, ему больше нравится в Дахаме. И вот старт дан. Толчок достаточно мощный. И ребята скользят. У ребят очень хорошие рекорды в этой дисциплине. У Игоря Голованова 106 метров. А у Игоря Корхова 131 метр. Посмотрим, смогут ли они сегодня повторить эти рекорды. Или, может быть, даже превзойти. И в нашем бассейне в Нижнем Новгороде. Потрясающее скольжение показывает Игорь Корхов. Хорошее расслабление. Напомним, что Игорь Голованов достаточно тоже возрастной спортсмен. Но он дает фору порой и любому другому молодому спортсмену. А своей активностью, именно участие в соревнованиях и чемпионатах различного вида, наверное, мало кто с ним может сравниться. Голованов любит нырять. Голованов ныряет. Ему нравится это делать. Вот нам показывают очередные развороты. Потрясающее скольжение Игоря Корхова. И он еще раз доказывает, что фридайвинг не молодой вид спорта. И порой более возрастные атлеты показывают результаты лучше, чем... Да, Александр, я с тобой соглашусь в этом моменте, что фридайвинг не знает возрастов. Да. И что молодо на самом деле не значит лучше, быстрее или дальше. Очередной разворот. Правильная отгрузка обоих спортсменов. Мы видим, как они скользят в толще воды. И достаточно-достаточно неплохо приближаются к очередному развороту Игорь. Мне кажется, это уже 100 метров. Толчок, уверенный разворот. Сейчас посмотрим. Немножко подсплыл спортсмен, да? Игорь Голованов подходит к очередному развороту, нам показывает камера, да? И вот он выходит, выходит, выходит. Локачивается на бортик, дышит. Ну, посмотрим. Спортсмен поработал, видно. Но грамотно все делает. Голованов Игорь, 115 метров, он улучшил свой личный рекорд. Да, на 10 метров почти. Это очень достойный результат. Так, чем ответит Игорь Корхов? Будет ли он разворачивать? О-о-о, по-моему, да. Игорь теряет контроль. Сейфики подхватывает. Друзья, это блэкаут на 145 метрах. А Игорь Голованов получает свою трудовую белую карточку. Заключительный старт сегодняшнего дня соревнований. Это Цыплаков Владимир, Нижний Новгород. И мастерских Владислав, Иркутск. Последний заплыв, конечно, очень интригует, потому что оба спортсмены достаточно опытные. И вообще в заключительных заплывах заявляются спортсмены самыми большими личными рекордами. И сейчас у нас в заявке Цыплаков Владимир 100 метров и мастерских Владислав 100 метров. При этом у Владимира Цыплакова лучший результат 110 метров, а у Владислава 159 метров. Заплыв будет очень интересным. Все наше внимание приковано к ребятам. На текущий момент лучший результат у Анатолия Махова 151 метр. Посмотрим, удастся ли кому-то из ребят его улучшить. Ну, идут достаточно ровно. Идут достаточно ровно. Влад демонстрирует просто, на мой взгляд, потрясающую технику и растяжку. Да, это очень хорошая совокупность. И расслабление, и отличные техники. 50, окей. Все вместе. Считать развороты при таких дистанциях, я считаю, бессмысленно. Поэтому смотрим на ребят, болеем. У Владимира большая плавательная подготовка. В детстве и юношестве он занимался плаванием. Хорошо чувствует воду. Также про Володю мы скажем, что он активный член нашего клуба. Активный член фридайверского движения. Всегда участвует в любых соревнованиях. А Владислав Мастерских, член сборной России. Регулярно выступает на чемпионатах мира в сборной России в бассейне. Очень сильный спортсмен. Достаточно богатый практик. Вот очередной разворот. Теплаков готовится к выходу. Да, Володя выходит. Показывает знак «ОК». Справляется. И думаю, будет белая карточка. Ну, для Владислава это очередной разворот. Да, достаточно. 110 белая. Белая карточка. 110 метров. Владимир Сахалков. Смотрим же мастерских Владиславов. Подходит он к 150 метрам. Я считаю, довольно ровный идет. Заметная небольшая уже расфокусировка. Разворот. И вот он выходит. Достаточно бодро и с улыбкой показывает знак «ОК». Потрясающе. При таком результате так легко он себя чувствует. И белая карточка. 153 метра. Поздравляю, Владиславов. Динамика без вас. Женщина. Третье место. Серова Галина. Результат. 75 метров. Второе место. С результатом 75 метров. Сазонова Юлия. И первое место в дисциплине ДНФ награждается Шаровала. С результатом 85 метров. Шаровала также получает гидро-костюм от компании «Буни». Аплодисменты. Мужчины. Наши дорогие мужчины. В дисциплине ДНФ. Третье место. Голованов Игорь. Результат. 115 метров. Второе место. Занимает Анатолий Махов. Результат. 151 метр. Награждан Бунион. Ну, и первое место. Мастерских Владислав. С результатом 153 метра. Предполучайте образ. Аплодисменты. Ребята, аплодисменты. Аплодисменты. Ребята, аплодисменты. Ребята, аплодисменты. Аплодисменты. Ребята, аплодисменты.